Острые углы здравоохранения, качество и доступность медицинских услуг, деятельность фельдшерско-акушерских пунктов, обеспеченность населения лекарствами, соблюдение законодательства при ценообразовании на медикаменты. Эти вопросы обсудили на круглом столе представители Департамента здравоохранения, окружной больницы и общественного совета. Инициатором встречи выступила прокуратура Ненецкого округа. Вопросов для обсуждения накопилось много. Один из них касался перехода на систему обязательного медицинского страхования. В систему ОМС наш округ переходит последний из субъектов Российской Федерации. Система обязательного медицинского страхования подразумевает, что медицинские организации будут получать финансирование не просто по факту своего существования, а за лечение. Именно за лечение конкретных пациентов и за качественное лечение конкретных пациентов. Что подразумевает, безусловно, более серьезные требования к медицинским работникам. Качество медицинских услуг, по словам Олега Зайцева, сейчас придается особое значение. Выявление на ранней стадии болезни – одна из главных задач врачебного сообщества. Это особенно важно для онкологических больных. В том случае, когда онкологическое заболевание у нас выявляется на поздней стадии, мы теперь разбираем каждый такой случай конкретно, с учетом истории болезни амбулаторной карты. Это работает тоже впервые в этом году начинка. Точно так же, как мы не так давно запланировали и провели такой же разбор по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, когда пациенты, допустим, умирали от инфаркта. Болезни сердечно-сосудистой системы – еще одна больная тема. По данным Департамента здравоохранения НАУ, в структуре причин смертности за 2015 год первое место занимает болезни системы кровообращения. Они составляют 48%. Далее идет смертность по причине внешнего воздействия – 20%. И третье место – 19% – составляет злокачественное новообразование. По словам главного врача Неницкой окружной больницы Андрея Дедова, кроме своевременного поставленного диагноза и комплексного лечения, необходимо и дальнейшее наблюдение пациентов. Люди выжили, смертность высокая. А каким образом мы проводим реабилитацию этих пациентов – это следующее направление, на котором нам нужно будет делать акценты так или иначе. Потому что основная задача здравоохранения – это не только снизить смертность. Делать акценты будут и на контроль за качеством. В Неницкой окружной больнице уже введена должность заместителя главного врача, который будет отвечать за это направление. Из Архангельского Северного медицинского университета ждут на работу в окружную больницу, лаборатории ФАП и врачей различных специальностей. Департамент здравоохранения активно работает над решением проблем кадрового дефицита. 16 студентов, которые заканчивают университет в этом году, готовы приехать на работу в Неницкий округ.